В коридорах Дворца детского творчества непривычно пусто. Нет, его не закрыли. Это мы пришли пораньше, чтобы не отвлекать ребят и их наставников от занятий, которые вот-вот начнутся. С 9 ноября, сразу после осенних каникул, ДДТ снова открыл свои двери. Без изменений, конечно, не обошлось. Но они не столь драматичны, как, например, в той же Москве, где мэр Собянин объявил в учреждениях дополнительного образования полный локдаун до конца месяца. Часть объединения Дворца, у нас их в этом году 47, перешли на формат 50 на 50. Это значит, часть занятий очно проходит здесь у нас во Дворце. Часть занятий проходит дистанционно на платформе социальной сети ВКонтакте. У каждого объединения есть своя группа, где педагоги выкладывают материалы, задания для ребят. Полностью на удаленку перешли только два объединения. Студия раннего развития детей «Солнышко» и «Шахматы». При этом некоторые секции работают, как ни в чем не бывало. Авиа, судомоделирование, студия танцев, декоративно-прикладное творчество. Везде, где образовательный процесс требует личного присутствия ребят, Дворец совместно с педагогами принял решение продолжить занятие в вочном формате, но с соблюдением всех санитарных норм и требований. Как и везде, мы принимаем взрослых при наличии защитной маски, то есть обязательно. Все дети входящие, все взрослые входящие в учреждение проходят термометрию, и только при наличии нормальной температуры проходят дальше во Дворец. Каждый кабинет учебный оборудован у нас либо специальными лампами, которые обеззараживают воздух, либо рециркуляторами. То есть, еще раз говорю, в настоящий момент безопасность – это самое главное. Если воспитанник заболеет или окажется в числе контактных, группу, где он занимался, переведут на дистант. Взять паузу и не водить ребенка на занятия могут и сами родители, которые считают очную форму обучения слишком рискованной в нынешних реалиях. Никаких санкций со стороны Дворца за этим не последует. Другой вопрос – как это воспримут сами ребята? Дети настолько соскучились, вот столько месяцев весной и летом мы не виделись. И здесь осенние каникулы такие длинные. Конечно, дети с удовольствием идут и используют возможность именно очных занятий с педагогами Дворца. Дворец детского творчества будет работать по смешанной формуле обучения до 30 ноября. Дальше все будет зависеть от Министерства образования Нижегородской области, которое, хотелось бы верить, не станет бездумно дублировать решение столичного градоначальника. Константин Перевозчиков, Евгения Шипцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.